К другим темам. Сегодня в арбитражном суде Красноярского края состоялось заседание по делу Росприроднадзор против норникеля. На заседание снова прилетела глава Федерального надзорного ведомства Светлана Родионова. Напомним, Росприроднадзор подал иск в суд на норникель о возмещении вреда природе на сумму около 148 миллиардов рублей. Напомню, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании дочернего общества норникеля из цистерны вылилось более 20 тысяч тонн солярки. Нефтепродукты попали в почву и воду. В норникеле оспаривают предъявленную им сумму, считая, что ущерб экологии был не таким большим и готов выплатить чуть больше 20 миллиардов рублей. Мы применяем два метода, которые предусмотрены методикой утвержденной Министерством природы. Первый – это балансовый. Он исчисляет следующим образом. То, что было в резервуаре, минусуется все то, что собрано из почвы, из всех остальных, то, что испарилось, то, что сгорело во время пожара. И таким математическим методом у нас получается 12 тысяч. Второй метод, который тоже методикой предусмотрен, это тот объем топлива, который мы собрали с воды, отсепарировали, отделили водо-топливную смесь. Это вода и, собственно, сам нефтепродукт. Его отделили и получили соответствующую величину. Это тоже 12 тысяч. Ну, там отличия есть в сотне тонн, но в целом это очень похожая цифра. И методика предполагает складывание двух этих цифр и получение среднего арифметического. Суд приобщил к делу материалы о затратах Нурникеля на ликвидацию последствий аварии. По словам адвоката, на эти цели потрачено 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Росприроднадзор парирует. Эти деньги нельзя высчитывать из суммы ущерба. Ведь это не восстановление загрязненной окружающей среды. Это просто устранение последствий сброса нефтепродуктов, которое произошло по вине ответчика. В этом процессе все, как всегда, кроме суммы и нежелания компаний признавать очевидные вещи. Исходя из того, что мы сейчас услышали, там было достаточно много диалогов, в том числе и то, что водный объект загрязнен опосредованно, и вообще в принципе в этом никто не виноват. И то, что излив был не на водный объект, а в грунт, и поэтому то ли надо его считать, то ли не надо. Коллеги, когда мы с вами наблюдали ситуацию на самом водном объекте, на трех реках и озере, всех интересовало только их состояние. Сейчас идет дискуссия не об окружающей среде, а только о деньгах. А я бы хотела вести все-таки ее о том, о чем, о тех полномочиях, которые есть в нашей службе, а именно о состоянии окружающей среды. И меня это гораздо больше интересует, чем что-либо. Компания должна оплатить тот ущерб, который она нанесла экология региона. Обязана это сделать.